Доброго всем утра! Вы готовы поговорить о культуре? Тогда продолжаем знакомиться с участниками АТФ. Фестиваль настолько масштабный, что в каждом уголке города что-то да происходит. Много очень площадок. Сегодня мы отправимся в музейный центр на Стрелке. Посмотрим, что там. А вы знаете, где находится государство Бруней-Дарусалам? Наверняка немногие найдут в своей голове ответ на этот вопрос. Султанат Бруней – одна из самых маленьких стран мира, но в то же время самое богатое место на всей планете. И сами понимаете, там есть на что посмотреть. Хотите в этом убедиться? Посетите фотовыставку Бруней-Дарусалам – обитель мира. Главной целью фотографа было привлечь именно сибиряков в культуру этого государства. Ему хотелось, чтобы народы, которые живут далеко, приезжали к ним, любовались красотой, знали, что существует такое государство, интересовались их культурой. Не выходя из здания музейного комплекса, можно побывать еще и в Мексике. На фотографиях Долорес Дальхаус мексиканские Соединенные Штаты представлены крупным планом. Культура, местные жители, промыслы – все здесь есть. На 19 фотоработах – самые знаковые для этого государства моменты. Проникнуться духом мексиканским вполне хватит. Вот такой хлеб тоже очень символичен для Мексики. Хотя сама фраза, что это хлеб для мертвых, нас бы, наверное, немножко шокировала, потому что как-то мы к этому не привыкли. Но вся символика мексиканская, она вообще очень много. У них изображение черепа, кости где-то. Они к этому по-другому относятся в другой жизни, после этой жизни. И поэтому вот такой хлеб, они так же, как, наверное, мы пасхальное тесто, причем раз в году, вот так же выпекается вот такой хлеб. Устали от ярких эмоций жарких стран? Не спешите покидать музейный комплекс. Тут же можно оценить современную графику Японии. Цвета в этих работах не так много, зато сусального золота и серебра предостаточно. Утонченная японская выразительность поможет вам обрести душевный покой. Автор этих работ – японский график современный Хирояки Мия Яма. Он взял для этой серии повесть о Гэнзи Манагатаре. Это 10 века повесть, японская традиционная литература, самая, наверное, у них популярная. Там 55 глав в этой повести и, соответственно, 55 цветных гравюр, представленных художником в качестве иллюстрации этих глав. Все три выставки уже работают. Позвольте себе маленькое путешествие по странам Азии.